Коммунальное ЧП в Саратовском районе. Жители поселка Рейник вот уже два месяца живут без воды. Единственное спасение для них – два родника с питьевой водой. Правда, один из них уже пересох, а ко второму очередь приходится занимать с раннего утра. Как борются жители с длительной засухой и какие меры предпринимают коммунальщики, расскажет Анастасия Куклева. К этому роднику в поселке Рейник не зарастает народная тропа. С канистрами и ведрами жители приезжают сюда по несколько раз в день. И так уже два месяца. С тех пор, как в поселке пропала живительная влага. Вот воды у нас нет. Вот, пожалуйста, отсутствие совершенно полное. Кран как ни крути, даже воздух не идет. Кран на кухне Оксана Ильченко открывает каждый день в надежде, что вот-вот потечет вода. Тщетно. Запасы из родника – единственное спасение в их семье. Чтобы искупаться, постирать и приготовить еду, каждый день женщина тратит свыше 70 литров воды. Не помыть посуду толком, это не постирать, это не сполоснуться, это не приготовить покушать. Это дети, которые постоянно… За детьми это вообще отдельная тема, потому что их нужно постоянно искупать, нужно и постирать на них каждые пять минут надо. Вот поэтому с отсутствием воды, да вообще, когда нет воды, останавливается просто все. Это я не знаю. А вот так выглядит огород Оксаны. Канистрой воды здесь уже не обойдешься. Женщина этим летом осталась без урожая. От отсутствия воды в поселке засыхают несколько десятков гектаров земли. Сейчас вода пошла вот таким образом. То есть до этого ее не было вообще. Выживают без воды и жители соседних улиц. Правда, к приезду нашей съемочной группы вода в кране у Екатерины Лаврентьевой все же появилась. Однако такой напор, говорит хозяйка, ее не спасет. Даже с этим давлением воды ни машинка, ни колонка, она не включится. Притом при всем, что это нормальные бытовые вещи. То есть если она у нас до этого была в полном объеме, так она у нас должна быть в полном объеме, а не то, что она бежит. Ну да, это вот элементарно набрать опять же те же самые кастрюли, тазики. Без воды этим летом остались сразу три поселка. Микрорайон Лазурный, Нижний и Верхний Рейник. Причина – изношенный трубопровод. Труба протяженностью свыше шести километров не ремонтировалась более 20 лет. Раньше она принадлежала совхозам Ударник и Овощной. Сейчас этот участок оформляет администрация района. А пока он находится в ведомстве управляющей компании, которая из-за низкой платежеспособности населения не может содержать старый водопровод. Старый, когда пришел в негодность, когда техники констатировали то, что он поломан, мы его демонтировали. Мы даже не убирали, он вот он. В июне на насосной станции установили новый насос. Но старые сети не выдерживают давления и постоянно прорываются. Сейчас, уверяет глава администрации, все прорывы устранили и воду потихоньку начали включать. На сегодняшний момент, со вчерашнего дня, где-то часов с 18, работает 45-кубовый насос и качает воду в сотую трубу. То есть на сегодняшний день пока еще весь водовод не заполнен полностью. И вода частично уже в поселках есть. Частично. Но пока этого давления недостаточно. Чтобы трубы, которые проходят через три поселка, наполнились водой, нужно время. Хотя бы несколько дней заверяют в администрации района. Однако жители в счастливый конец этой истории не верят. Ведь на протяжении двух месяцев им каждый день обещали дать воду.